вы слушаете радио болтком утра на болткоме утро на болткоме александр шунин всем здравствуйте доброго доброе утро холодная погода действительно хочется какие-то теплых теплых ощущений теплые ванны или теплых теплого бассейна где-нибудь или теплого моря где-нибудь хотя бы теплого я не знаю одеяла дополнительного есть тематическая новость а в турции отели перестали заселять одиноких мужчин особенно если не компаниями прилетают мол наши отели знаете ребята для другого предназначены для семейного отдыха и была прямо история двух братьев отказались заселять 18-летнего и девятилетнего они приехали отдохнуть им сказали девятилетний устроек пока они позвонили домой сказать мама мама нас тут обижают мама такая ну-ка дайте сейчас трубку кому там администратору администратор такой что такое они не мужчины они там еще совсем ребята мальчишки что такое да и вот так вот удалось разверлить ситуацию но тем не менее если собираетесь в турцию будьте бдительны и обратите внимание на всякие нюансы если великобританию вот вчера посол нам рассказывал как сколько стоит там безумные все эти вот тесты на 2 на 4 на 8 день нужно сдавать самоизоляцию 10 дней в общем 10 раз подумаешь если на 7 на 40 не надо за мрачные шутки пандемии учимся жить по-новому и конечно вот о том как выживает туристический в конце концов ведь ну уже сколько можно за полтора года вот может быть кто-то терпел но все равно все всех всем хочется куда-то поехать долгие мы вот какие-то предыстории рассказываем нас на прямой связи глава туроператора тест-тур латвия константин польгов здравствуйте доброе утро константин доброе утро доброе утро дождем конечно ну вот каких-то интересных комментариев информации о том что какие направления куда можно и главное самое главное вот жизнь продолжается но в каких условиях то есть что нужно держать в голове людям вакцинированным не вакцинированным которые хотят отдохнуть где-то на курорте но вы уже так ярко начали что мне только остается продолжить по поводу турции просто маленькие комментарии вот так как заселяют как александр рассказал на самом деле такая ну не проблема такая практика есть и турция наверное одна из немногих стран которые придерживаются такой практики мы это знаем давно и туристам очень сложно иногда объяснить что что такие правила в отеле это не правило национальное туристического сообщества турции но некоторые отели так выдвигают ну по понятным причинам но да это такая особенность этого сезона на самом деле погода действительно нам хотя бы помогает сейчас потому что в такую погоду люди активно начинают бронировать и мы видим особенно те кто бронирует любит бронировать в интернете вот эти покупки они нельзя назвать их спонтанной люди приходят домой и на семейном совете видимо решают куда они едут и вот количество резерваций которые есть днем в рабочее время и которые есть в течение вечера они практически сравнялись то есть люди хотят путешествовать и количество тех кто бронирует онлайн на самом деле приближается но почти к тем цифрам которые происходят в классической форме через туристические агентства это первое второе конечно климат который у нас есть нам действительно помогает осенью зарабатывать несмотря на то что мы с волнением ожидали и сентября и октября тоже в медийных пространствах видим что ковид никуда не делся что цифры растут и мы вынуждены это учитывать но слава богу и сентябрь и октябрь выглядит для туристической индустрии очень хорошо я надеюсь что все рейсы которые запланированы в турцию и в греции до конца октября состоятся по расписанию что касается вот этих нововведений зеленые желтые красные странные зоны вакцинированы не вакцинированы здесь вот как разобраться простому человеку на самом деле уже запутно очень тяжело запутаться можно так сказать но нам без этого не выжить потому мы каждый день начинаем с того что изучаем какие правила не только в латвии они и в добавление в наших правилах после публикации спкц и введения дополнительных мер со стороны исполнительной власти они не такие простые их надо учитывать и учитывать заранее хотя никто не говорит как это будет выглядеть например в течение следующих двух-трех месяцев и планирование просто не происходит все и покупают в последнюю минуту и и мы и мы планируем тоже в последнюю минуту реагируем на те или другие изменения но и в разных странах совершенно разные правила например у греции одном из самых массовых направлений правила въезда в страну одни и в случае заболевания к видом правила одни если вы едете в турцию это совершенно другие если вы привиты вы едете по одним правилам если вы не привиты вы едете по другим правилам и возвращаетесь в латвию совершенно с другими обязательствами по самоизоляции Поэтому такого простого сезона, как были раньше, последние 10 лет, не существует. Очень огромное количество обременений или ограничений, которые связаны с этим сезоном. Но, тем не менее, я могу точно сказать, что туризм, транспорт, перемещение, полеты для людей сейчас являются предметом первой необходимости. Современный человек не может без этого обойтись. Это невозможно сделать, взять всех, посадить на землю и сказать, что мы полтора года никуда не летаем. Это невозможно не ментально, это невозможно физически и экономически невозможно для компаний, которые являются системообразующими в отраслях, например, как авиакомпания «Национальная Аэрболтик». Просто не летать и просто платить за самолеты, которые стоят на земле, невозможно. Поэтому всегда ищутся компромиссы для того, чтобы хотя бы по чуть-чуть открывать те или иные направления, использовать те правила, которые есть в странах и летать туда, куда возможно. Так и произошло. Даже несмотря на то, что есть ограничения, даже несмотря на то, что есть реальные цифры, которые подтверждают высокий уровень ковида, люди все равно садятся в самолет. Конечно, более подготовленные, конечно, с большей ответственностью, но все равно летят и отдыхать, и летят по делам. И особенно это касается перед первым сентября, когда был просто вал, не вал на самом деле, но большой спрос для того, чтобы уже в последнее время, в последний момент вывести детей к теплому морю и традиционно вернуться всем к первому сентября. Вы упомянули ответственность. Наверняка же не потеряла актуальность и тема страховок путешествий. Ну, очень много, на самом деле. Для того, чтобы сейчас путешествовать, конечно, выехать за границу без страховки может только или глупый человек, или богатый очень человек для того, чтобы получить какие-то дополнительные проблемы и расходы. Невозможно. Просто еще раз призываю, пользуясь случаем, очень ответственно относиться к любому путешествию, которое сейчас будет доступно в сентябре, октябре и вообще до Нового года. По разным причинам. Во-первых, еще раз, ковид никуда не делся. Новые страны вводят дополнительные ограничения. На вашем сайте в том числе написано, что наши соседи тоже предполагают новые ограничения даже на путешествия внутри Балтийского региона. Поэтому отправляться в путешествие без страховки – это полная глупость. Страховка стоит небольших денег, но вы будете защищены дополнительной заботой и расходы, которые могут возникнуть у вас при возвращении домой, при лечении, при сопровождении, для того, чтобы ваши близкие остались рядом во время болезни. Вот все это внутри есть страховок, который необходимо делать. Это очень трудно объяснить точно в эфире. Это надо приходить или в страховую компанию, а лучше всего в туристическое агентство, которое каждый день знает, в какой стране что происходит. Если вы будете делать самостоятельно, есть очень большой шанс, что вы не обладаете той информацией, которая есть на данный момент. И купленное путешествие или страховка может оказаться недостаточной для покрытия всех расходов. Сейчас дело профессионалов. Еще раз я не призываю к профессиональным каким-то уловкам для того, чтобы слушатели шли в туристическое агентство, просто несли деньги туда и рассказывать, как хорошо профессионалы сейчас подготовлены к зимнему сезону. Но они лучше знают ситуацию, которая сейчас есть, и путешествовать, особенно в дальние страны. Я призываю отдать свое предпочтение только профессиональным людям, которые готовят эти путешествия. Вернуться в страну потом. Ну, хорошо, да, не буду вас перебивать. Да, я просто в продолжении уточняю такой вопрос. Если это индивидуальные путешественники, и речь идет о поездке, что называется, долгий уикенд, там, с пятницы по вечеру воскресенья, тоже имеет смысл страховать? Или здесь можно... Слушайте, обязательно. Я недавно ездил в командировку, я должен был оформить, знаете, у нас есть карточка, такая, карточка медицинского страхования гражданина Евросоюза, если он уезжает за границу и так далее. К сожалению, центр закрыт, но все можно сделать удаленно путем электронной подписи, получить эту карту по почте за три дня. Это надо сделать обязательно. Вообще это ничего не стоит, ноль. Это надо просто зайти просто на сайт, ну, тоже не в эфире, все понимают, о чем я разговариваю, о чем говорю, оформить эту карту, без нее не выезжать. Вы получите базовую поддержку медицинскую, ту, которую получает любой гражданин той страны, куда вы едете за границу. Конечно, это не будет что-то отдельное, как и граждане той страны, они платят дополнительные деньги за индивидуальную палату, за суперпрофессоров и так далее. Но вы получите базовую помощь, которую получает каждый гражданин страны, например, Германия, если вы едете туда. Конечно, люди все самостоятельные и спокойно абсолютно можно заниматься самостоятельным конструктором, покупать билет, гостиницу и так далее, ехать на долгий уикенд. И тут, может быть, туристические агентства сейчас уже особо, ну, конечно, подскажут профессионально 100%, но для многих самостоятельных эта помощь не нужна. Что касается дальних поездок, вообще особенно касается Африка или Америка, будем говорить, что все, что касается, может быть, 3-5 тысяч километров от Латвии, обязательно идите в туристическим профессионалам, которые знают просто, как вас вернуть обратно. Потому что если вдруг на вулкан еще раз заработать более активно на Канарских островах, ну, как вы будете добираться домой? Будет парализовано, ну, на какое-то время транспортное сообщение, то, что сейчас нет, кстати говоря, да, но это отдельная тема, текущий вулкан. Вам придется где-то жить, вам придется тратить деньги на то, чтобы питаться и первую базовую помощь получать. Если у вас нет ни страховки, если у вас нет компании, которая вас может сопровождать и везти до возвращения в Ригу, вам будет очень тяжело вернуться назад. Это подтвердил тот вулкан, который работал в Исландии в свое время. Идетхи отсюда, да. Те люди, которые улетали с туроператорами из Британии, из Франции, они были размещены и на две недели были, что называется, под крылом. Самостоятельные, как правило, или на машинах добирались. Помните, фейсбучные какие-то группы, которые едут оттуда, на машине подберите это. То есть достаточно большая проблема. Сейчас с гуляющим ковидом, с неопределенной политической, экономической ситуацией, которая есть в мире, отправляясь в дальние путешествия еще раз, 10 раз не устану предупреждать. Идите к профессионалам, которые работают в Латвийской Республике, 15-20 лет, они знают, что нужно делать. А вот этот вулкан на острове Пальма, вот все-таки, может быть, несколько слов. Насколько действительно он опасен, насколько он затруднил туристический бизнес в этом регионе? У нас там находится наш директор испанского офиса. Он оказался за несколько дней до этих событий. Он сказал, что, да, были толчки, незначительные на самом деле, и все жители увидели первый выброс пепла, который был, и многие фотографировали. Это событие, на самом деле, достаточно экстраординарное, потому что последнее издержание было много десятков лет назад. И для местных жителей, особенно для молодых, это впервые они не видели. И для некоторых это просто такой экшен, который хотят запечатлеть некоторые самолеты, которые... Кстати, транспортное сообщение внутри Канарского архипелага не прерывалось. Это очень важная часть, потому что в основном между островами летают самолеты, ездят паромы. Самолеты летают 5, 6, 7, 8 раз в день между островами, между каждым островом. Поэтому это очень важная такая социальная история. Это транспортное сообщение не было прервано, никаких последствий для туристов, ближайших островов тоже нет. Вот передо мной письмо Стенрифа, что никаких нет для туристов, даже визуальных нет никаких проблем, не говоря о том, что они что-то чувствуют, видят или есть какая-то угроза. Есть профессионалы, которые работают на островах, которые вулканического происхождения, и все понимают, что в любой момент что-то может произойти. Есть техника, есть опыт, есть профессионалы, которые мониторят и могут предсказать, что происходит. И поскольку извержение вулкана происходит достаточно медленно, лава идет таким, я бы сказал, ленивым темпом. Все их успели эвакуировать. Есть зона риска, которая эвакуирована. Есть дома, которые пострадали, безусловно. Часть территории морского, которая прилегает к вулкану, объявлена зоной свободного от хождения морского транспорта. Но таких ограничений, которые касаются ежедневной жизни людей, не происходит. И повторяю, это происходит на маленьком острове, который называется Ла Пальма. Он в 140 километрах находится по воде от Тенрифа. Поэтому это даже не видно глазами. Еще раз повторяю, что нет никакой опасности на данный момент для туристов, которые есть на Тенрифе. А именно этот остров является самым популярным для лавийских туристов. Успокоили. Спасибо. Да, у нас просто пришел вопрос на WhatsApp. Спрашивают, насколько безопасно все-таки отдыхать в Турции за ситуацией с ковидом. И есть ли какая-то статистика? Часто ли получается, когда люди могут заразиться ковидом, именно отдыхая? Да, я, наверное, лукавил бы, если бы сказал, что нет случаев. Случаи есть, но они единичные. Действительно, на одной руке можно посчитать, сколько случаев за 6 месяцев произошло с ковидом, людьми, которые находились в Турции. В основном это связано... Ну, это вообще не может никто сказать. Но по оценкам самих туристов, это могло произойти еще в Риге. Инкубационный период есть достаточно, и люди приезжают на курорт. И вроде бы все хорошо, но через несколько дней начинаются проблемы. Мы, к сожалению, не можем фиксировать, как туристические операторы, случаи, когда люди возвращаются. Вот и здесь, в Риге, получают положительный тест. Этим занимаются с ПКЦ. Были ли такие случаи, которые при возвращении уже получили какие-то проблемы после Турции, это, наверное, немножко не к нам. Но те, кто заболел непосредственно в курорте, кто обращался к докторам и был поставлен в диагноз, это очень-очень минимальное количество случаев. Сложно говорить, долго, вернее, можно говорить о том, какие меры Турция приняла для того, чтобы туристический сезон у них состоялся. Потому что рынки Европы для них очень важны. Несмотря на то, что очень долго не летали к ним российский рынок, который супер важный для них, они все сделали для того, чтобы удовлетворить высокие критерии эпидемиологического контроля для стран Евросоюза, для Германии, в том числе для стран Балтии, те, которые являются поставщиком достаточного объема туристов. Поэтому в отеле были не сертифицированы, вакцинированы большое количество людей. По-моему, это в какой-то период стало обязательным требованием для отелей, чтобы весь персонал был вакцинирован. Но гости приезжают со всего мира, и все возможно. Мы живем в определенных условиях, и Турция ничем, ни хуже, ни лучше не отличается от тех стран, где эпидемия фиксируется, где цифры достаточно большие. Я в последнее время стал обращать внимание, как правило, на Фейсбуке какие-то новостные ресурсы публикуют. А что это за волна такая, мол, из Турции уехали почти все туристы, кроме россиян? С чем это связано? Или какие-то дурацкие слухи? Наши еще точно там, я не знаю, откуда это. Нет, просто еще раз повторяю, что рынок России для турецкого отдыха, для турецкого бюджета очень важен. И в какой-то момент просто все, ну после того, как там были политические составляющие того, что российские туристы не летали, после того, как, что называется, ворота были открыты, количество туристов на одного, может быть, иностранца, было значительно больше. Поэтому почувствовали, что кажется, что мы в каком-то спальном районе, черемушки, может быть, есть такое, да. Хорошо. Но такого, что все уехали, конечно, нет. Это не только палата. Я бы это видел, наверное, по нашим коллегам в Эстонии и по Литве, но такого не почувствовали. Самые популярные направления этого сезона, ну то есть вот осень-зима. Но все хотели поехать в Турцию, это понятно. А Греция стала, так как мы говорили, безусловно, вторым, а может быть, по итогам окажется и первым, потому что национальная компания вела достаточно много регулярных рейсов. Вообще очень много рейсов из аэропорта Риги было этим летом, но, во всяком случае, объявлено. До 73 маршрутов у национального перевозчика и вместе со всеми Лок-Остром больше 90. Это великолепный результат. То есть жители Латвии могут хвастаться или быть довольны, так как развивается латвийская авиационная индустрия. Такого нет ни в Эстонии, ни в Литве. Это я могу ответственно сказать. Поэтому все полетели в любимую Турцию, потому что по разным причинам. Дешево, качественно, по-любимому, по старым ощущениям и так далее. Греция – второе место. Все остальное разделилось между всеми странами почти одинаково. Италия, Испания, Болгария, Португалия, конечно, Хорватия и так далее. Вот эти все страны, которые находятся в периметре Средиземного моря, получили значительное количество. Но первое и второе место остались за Турцией и за Грецией. Насколько все-таки по вашему опыту проще отдыхать вакцинированным туристам? То есть, насколько они чувствуют себя, может быть, в более привилегированном положении? Да, Олег, очень хорошо. Я себе выписал и не успеваю смотреть на бумажку. Очень важную вещь хотел бы сказать тогда, когда к вам будут приходить, может быть, министр здравоохранения или люди, которые занимаются популяризацией прививочного процесса. Напомните им о том, что туристическая индустрия была первой, кто встал и во весь голос говорил о том, что необходимо стимулировать отношение людей к вакцинированию. Мы, конечно, говорили это в сугубо собственных целях, для того, чтобы у нас сезон открылся побыстрее, люди могли ехать, и вводился так называемый электронный сертификат, который мы только-только когда-то говорили, а сейчас он уже работает многие месяцы, ну, третий месяц, наверное, уже. Отрасль была первая, которая была заинтересована в том, чтобы вакцинирование было успешное, быстро, эффективное и доступное для всех. Многие, надеюсь, это помнят и будут в том числе неблагодарны, но понимать, что индустрия работает вместе с общими принципами и правилами для того, чтобы общество было быстрее вакцинировано и вернулось к нормальной жизни. Конечно, вакцины нам очень помогли. Они помогли нам просто финансово не потерять тот сезон, который состоялся в летний период. И, безусловно, мы видим о том, что те ограничения, которые могут быть введены осенью, они могут быть введены в первую очередь для тех, кто не вакцинирован. Те, кто не вакцинирован, скорее всего, будут ограничены в каких-то плюс-минус каких-то доступных сервисах. Может быть, это коснется в том числе и перемещения. Не знаю, не хочу говорить. Но те, кто имеет прививку и прошло две недели после второго цикла, могут спокойно перемещаться. Думаю, что это правило останется как минимум до следующего летнего сезона. И это очень важно для нас не остановиться и иметь большое количество пассажиров на рейсах весь зимний период. Это очень важно. Еще раз повторяю, что индустрия была первой, наверное, первой. Вообще вся отрасль авиационное, туристическое гостеприимство, это отели, рестораны. Те, которые просто сказали, если есть возможность вакцинировать, делать быстрее. И думаю, что нас слышали, и это будет воспринято по-настоящему теми, кто называют нас социальными партнерами. Спасибо, Константин, огромное, за беседу. Напомню, с нами на связи был глава туроператора ТЭС ТУР Латвия Константин Пальгов. Хорошего дня. Всего хорошего дня. До свидания. У нас небольшая пауза, после которой, по традиции, гость, имеющий отношение к культуре и сегодня к классической культуре. Вы слушаете Радио Болтком.